друзья дорогие овны здравствуйте для вас гадание на две тысячи друзья дорогие овны здравствуйте для вас гадание на 2023 год дело это очень ответственное целый год это такой большой кусок жизни для каждого из нас посмотрим что скажут карты я конечно вам всем желаю всех благ исполнение желаний а гадание будет по месяцам 12 карт 12 месяцев в первом месяце январе карты таро предлагают вам ну что ж короля пентакли это очень очень хорошее начало очень хороший задел а потому что король пентакли это крупная денежная карта в колоде таро и она вообще очень материальная то есть это в каком-то смысле такой апофеоз для развития для продвижения вашего какого-то денежного материального проекта и для кого-то это действительно заработки король пентакли это вот выросли росли старались старались и вот вы получаете в январе наконец-то ту самую достойную зарплату который давно мечтали для кого-то это может быть накопленная сумма опять же вы старались старались копили копили и вот в январе наконец-то получилось накопить на нужную покупку а может быть король пентакли это уже даже сама это нужная покупка крупная покупка может быть также карта фигурная и обещает часто встречу с очень очень полезным человеком в личной жизни король пентакли это карта мужа или мужчины который эту роль исполняет то есть карта может вам обещать все от например назначение вашего родного привычного мужа на более высокую должность тогда здесь имеется ввиду его деньги подрастающие ваши какие-то семейные финансы и так далее до знакомства с каким-то перспективным молодым человеком который впоследствии может в мужьях у вас оказаться хорошая прибыльная такая надежная очень многое гарантирует советует конечно король пентакли во-первых практичное поведение то есть в любом своем жизненном выборе вы должны сейчас в первом месте это первый месяц руководствоваться с ображениями выгоды собственного какого-то комфорта карта практически без эмоциональной такая вот подсушены советует присматриваться к людям которые вам могут принести понятную пользу в жизни там устроить на денежную работу или просто дать денег взаимы на бизнес на ваш на какой-то то есть практичность практичность еще раз практичность больше ничего в общем эта карта вам не от вас не просят и вам не предлагать далее второй месяц 12 карт у нас будет второй месяц февраль февраль феврале карты предлагают овну какое-то очень логическое естественное правильное завершение посмотрите карта мир последний в ряду старших арканов то есть что-то что развивалось чего вы ждали во что вкладывались вот оно случилось что-то завершается то есть это может завершиться например ваша научная работа завершается она чем защитой там кандидатской диссертации да кто-то заканчивает писать книгу благополучно кто-то заканчивает трудовую деятельность и выходит на пенсию поздравляем кстати если с вами это случилось вот кто-то заканчивает брак кто-то заканчивает просто роман какой-то достаточно отличие именно эта карта в том что она описывает завершение очень естественное которых вы прежде догадывались и которых вы в общем то может быть и ждали но для меня самое мне кажется красноречивое подходящее сравнение карты мира именно с выходом на пенсию да то есть это предсказуемо это очень естественно это неплохо хотя многие этого не любят и боятся до слова пенсия вот так и здесь понимаете что-то к чему вы логически долгое время шли окончании университета может быть в целом как старший аркан такой мощный карта советов никаких не дает потому что февраль феврале у вас все происходит такое определенное звездами по сути вы ничего не выбираете ни на что особо не влияете здесь судьба как будто бы вот так распоряжается что-то у вас ну закончить закончить какой-то этап жизненный может быть это проживание в определенному адресу проживание где-то в определенном месте в какой-то стране или в каком-то городе карта это очень спокойно и но она нечто заканчивает вашей жизни после этого должно начаться что-то новое и иногда говорят что с появлением карты мир неплохо бы задуматься куда вы идете дальше вот закончился у вас например роман какой-то роман всей жизни до в это время а вот пора задуматься что вы будете делать дальше искать для себя новую пару какого-то нового партнера или искать себя 2 предпочтительнее далее третий месяц март в марте четверка кубков месяц очень оказаться может пассивно четверка кубков это в общем-то безделье бездействие и абсолютно нежелание что-либо делать выбирать в жизни предпринимать это март ну что же в март он вообще-то такой да несмотря на то что в песнях особенно в советских старых кинофильмах поют что весна все пробуждать на самом деле март это упадок сил после зимы дичайшая витаминоз и желание только много-много спать вот похоже что ваш март будет таким тем более что видите февраль феврале что-то очень крупное происходит знаете такой такая судьбоносная история и после этого хочется прийти в себя отсидеться от лежатся четверка кубков единственное предупреждает о том что вот в этом своем отдыхе в какой-то такой весенние спячки не пропустите что-то важное какие-то возможности шансы могут приходить которые вы пропустите сейчас а потом об этом пожалеете здесь очень легко найти карты примерить например такую схему если вас заканчивается естественным образом работа вот трудовой договор срочный например контракт пятилетний вы отрабатывали до выдохлись устали освободились и все то потом целый месяц можете себе позволить 10 ничего не хотеть но выгодные предложения работе при этом можно пропустить запросто в этом нежелании в этой пассивности в этой линии четвертый месяц апрель апреля овнам про апрель вернее расскажет карта жрица ну что сказать раздумья продолжаются тоже карта очень пассивные вот представьте себе продолжайте думать продолжаете что-то выбирать осмысливать жрица этой поиске себя и разные мудрые знаете как говорят решение или действие да но чаще жрица это мудрые это мудрость ничего не решать ничего не выбирать и мудрое очень такое вот бездействие то есть это время когда вы прислушиваетесь присматриваетесь к себе происходящему вокруг жрица это еще и учеба то есть для многих апрель это месяц выхода на учебу в самом разном виде или возможно вы станете учить других это какая-то преподавательская деятельность просто может быть наставничество на работе жрица часто описывает старшую по возрасту мудрую женщину за которой хочется следовать на которую хочется быть похожими и есть шанс в апреле воспользоваться чужими знаниями или воспользоваться ну знаете чужой мудростью может быть примкнуть даже какой-то какой-то группе людей какой-то организации где люди объединены определенными идеями скорее духовными да или образовательными целями какими-то вот потому что до жрица это часто вступление именно в группу такой никакой то некоммерческая организация какое-то некоммерческое объединение такой вот людей по поводу работы денег мы тут тоже ничего не можем сказать и кстати про любовь тоже у жрица плохая репутация вопросах любви потому что она очень холодная и вы можете и так и вы можете вот в это время не проявлять никакого интереса к вопросам там любовным и так далее май пора просыпаться я думаю да пора действовать но нет четверка мечей вот видите если до этого получается что овном не хотелось особо действовать ну кстати это не очень даже неплохо мне кажется вообще для овна и такая принцип принципиальный вопрос для овна настоящего учиться ничего не делать потому что овны деятели и часто вы наламываете дров портите себе жизнь именно этим какими-то поспешными нетерпеливыми выводами действиями поэтому пусть будет так как карты здесь предсказали пусть для вас будет время отдыха и сомнений так скажем вот но если до этого какие-то ваши денежные дела может быть смена профессии работа дома перемены в личной жизни вот они не случались из-за вашего нежелания потому что вы берете таймаут такой немножко закрывать от жизни и говорите нет я пока подумаю я отложу не буду ничего не решать то в мае уже скорее вселенная высшие силы выставляют вам препятствия какие-то заборы и не дают двигаться до четверка карта карта забор действительно она так и называется на говорит что вот все что уже может быть захочется вам сделать не получит а не получится путь их техническим причинам отсутствуют какие-то люди отсутствуют просто ресурс ему не знаю денег нет не хватает на что-то может быть часто четверка мечей это еще и болезнь недолгая некрупная такая которую вам вселенная посылает чтобы вы еще подольше посидели видите вот такое время на подумать получается вас далее июнь ну вот наконец мы дождались тузов туз мечей шансы возможности туз мечей это предложение ну предложение о браке часто предложение оба учебе о работе о каком-то совместном деле о каком-то сотрудничестве то есть туз мечей это такой энергетический посыл импульс слова письмо сообщение телеграмма это такой момент когда вас зовут как будто бы ангелы высшие силы вас призывают и говорят все момент настал и вот если до этого вы вообще вам было некуда спешите двое не могли то в июне придется спешить как раз очень очень сильно прям знаете хватать ноги в руки туз мечей предупреждает что в июне вам нужно будет даже с определенным риском очень поспешное решение принять потому что появляется шанс который долго ждать не будет который исчезнет убежит и скроется это совет дождитесь июня и держите ушки прямо на макушке если позовут на работу уж замуж я думаю вы сообразите что надо соглашаться в наше трудное время вот там на работу ехать куда-то вас позовут на не знаю дружбу какое сотрудничество предложить нужно будет очень быстро решиться то есть отринув все сомнения и не без малейшего какого-то промедления туз мечей видите после такого застойного времени пассивного хоть и неплохого обязательно крупный шанс выпадает ну так вселенная устроена да вы же замечали наверное что на смену может быть это кто-то называет полосами черные белые но не будем так категорично потому что здесь ничего черного то у вас нет июль жаркий яркий ясный вот он июль карта солнца выпадает очень логично даже по сезону дают она подходит вам очень подходит эта карта я просто вам предлагаю ее как бы рассмотреть солнце это приходящие ресурсы это богатство солнце это момент когда вы ощущаете что у вас все есть всего много и даже чрезмерно и даже лишнее есть то есть это безусловный приход приход денег приход здоровья часто карта описывает выздоровление это приход самое как мне кажется главное некое наступление определенной ясности в разных вопросах которые вас терзали и мучили до этого времени ну да солнце это крупная денежная карта то есть это наступление ясности и в денежных вопросах тоже очень хорошие перспективы на будущее везение благополучие в семье благополучные очень отношения идут по этой карте вообще с людьми в коллективе или даже с посторонними какими-то людьми а еще на бытовом простом уровне солнце это жара это солнце в буквальном смысле отпуск и поездка куда-то в жаркое место август император карта да нам выпадает ну что ж август пора браться за серьезные дела серьезные проекты карты император самое главное что обозначает это правило какие-то правила которые вам нужно соблюдать это подписание документов соблюдение определенных там должностных обязанностей каких-то инструкций это выход на новую должность может быть потому что карта очень карьерная вот так вот то есть в конце лета у вас действительно реализуются вот амбициозные проекты амбициозно это то что связано вообще император в колоде таро олицетворяет все что связано с нашей жизнью в социальной системе в социуме это та самая вот карьерная лестница поэтому часто говорят что новую должность получите да и это но на самом деле карьерное положение наше или социальное это не только формально как называется наша должность для многих женщин например карьеру с блеском заменяет успешный брак удачный брак и карта император считается действительно знаком она описывает образ самого лучшего важного самого значимого мужчины на данном этапе вашей жизни поэтому у вас возможно встречи это может быть новый человек может быть тот кого вы уже знаете с таким вот важным мужчиной лучше которого трудно найти пока не пропустите сентябрь ну ведь какие разные карты вам выпадать все таки очень насыщенный овнов ждет год здесь нет однообразие вы поняли да все как вы любите американские горки из огня до в поломя и вот на фоне такого летнего летних возможностей на фоне летнего благополучия и в личной жизни и в работе вдруг появляется злодейка знаете как по сюжету любая грамотная сказка предполагает в определенный момент появление злодея но здесь злодейки скорее видимо какой-то баба яги королева мечей вам выпадает это вред от других людей это чья-то злость или чья-то зависть это может быть конкретное соперничество в любви даже и вообще королева мечей описывает разные нелюбимые нами эмоционально напряженные истории это могут быть плохие отношения с кем-то из коллег для вас когда нельзя поссориться но нельзя потому что ну 21 век на дворе мы все культурные люди но не можем себе позволить открытого конфликта но инстинкта никуда не делись мы продолжаем друг другу не нравится мы продолжаем друг другу желать не лучшего и вот это все королева мечей поэтому в сентябре могут быть ну просто плохие отношения с окружающими разной степени давность дальности или близости октябрь везение октябрьское везение приготовьтесь к октябрьскому везению колесо фортуны самая счастливая карта в колоде таро безусловно колесо фортуны вам обещает исполнение и исполнение многих многих желаний вот особенность этой карты колеса фортуны именно в том что она несет сюрпризы она несет сюр сюрпризы то есть октябрь будет для вас временем сюрпризов сюрпризы во всем в работе в деньгах в любви в чем угодно колесо крутится эта карта удачи планировать ли на октябрь что-то такое ответственное чтобы эту удачу поймать силки расставлять да вот выпала карта например везение в октябре ну давайте я тогда в октябре там что-то такое запланирую нет так не получится представьте себе что карта это описывает везение которое вы никак поймать не можете никак и случится она там где вы не управляете где вы не выбираете понимаете что вы можете например на эту птицу счастья ставить как капкан в плане работы до попытаться она вас планирует там не знаю любовью наградить тут не угадаешь просто карта вот говорит что у вас счастливый везучий по разным причинам и что-то вы выиграете у судьбы чем-то вас судьба авансирует далее ноябрь вот наконец то мы дошли до любви до каких-то эмоциональных карт рыцарь кубков вот такой вот выразительной красивой как положено на лошади пейзаж с луной сзади ну очень все правильно в ноябре приход любви обещают овнам карты представьте приход буквально любви какого-то романтического чувства вот здесь уже напрямую и до этого одиноким овнам я хочу сообщить что и до этого некоторые карты не исключали крутые повороты в личной жизни там какие-то встречи свидания обещание так далее но вот именно рыцарь кубков уже напрямую говорит про то что вот вы встретите свою любовь и услышите слова любви ваше сердце на полка наполнится рыцарь кубков это безусловно человек который вас волнует а которого вы надеюсь волнуете тоже это свидание это разговора любви это стихи которые вам кто-то посвящает понимаете да то есть ноябрь может оказаться таким нот просто вопиюще романтичным романтическим тогда возможно видите на шаг назад мы отступим в октябре было колесо фортуна то есть не при непредсказанное везение неожиданное которое невозможно предугадать и возможно может быть это как раз и есть встречи та самая судьбоносная браке как известно совершается на небесах и самых настоящих наших людей нам присылают ангелы не спрашивая нашего желания тогда это может быть встреча а здесь уже эта встреча развивается и развивается она благополучно в отношении и теперь декабрь все 12 карт мы достали декабрь итоги года а может и не унесла тройка кубков веселый увеселительный месяц декабрь будет овнов просто увеселительный месяц представьте учитывая что и в ноябре с кубков кубки пошли до а декабрь продолжается это свидание опять же если речь о любви идет это дружба которая тоже сопровождается каким-то неформальным общением здесь может быть сотрудничество в общем-то деловое или какое-то связанное с бизнесом но тоже немного перерастает в дружбу здесь становится очень важно и значимо значимыми отношения личные между людьми тройка кубков вам выпадает на декабрь получается что этот месяц отдыха и застолий да иногда в гаданиях на любовь тройка кубков обещает что-то похожее на любовный треугольник ну до этого еще достаточно далеко поэтому настройтесь на лучшее я еще раз поздравляю вас с новым годом увидимся